Снос столетнего здания начальной школы номер 48 стал поводом разногласия родителей учеников и жителей поселка Малаховка. В настоящий момент там занимаются в две смены более 100 школьников. Разбирались в сложившейся ситуации на заседании комиссии по образованию, культуре и возрождению историко-культурного наследия общественной палаты городского округа Люберце. Бывшая купеческая дача, ныне действующая школа. Образовательное учреждение с романтичным названием «Сказка». Но состояние далеко не сказочное. Текущие кровли, просевшие конструкции, холодные классы. В таких условиях обучаются дети. Здание не соответствует нормам противопожарной безопасности, не подлежит реконструкции и несет опасность. Если прийти и посмотреть внимательно на это здание, оно уже все перекошенное. Не дай бог кому-то детям упадет это на голову что-то. Родители учащихся начальной школы выступают за снос старого здания и ждут строительства новой современной школы, проект которой был представлен на заседании комиссии. Да, я люблю эту школу. Я буду любить эту школу. Вы знаете, когда мы пришли после каникул, я увидела обвалившийся потолок. Я просто была очень счастлива, что ребенка моего не было в данный момент в этом здании. И безопасность моего ребенка в первую очередь меня беспокоит. И детей, которые учатся с моим ребенком в классе. Однако есть жители поселка, которые выступают за сохранение старого здания начальной школы. Они считают, что оно является уникальным объектом исторической застройки дачной архитектуры начала 20 века. По словам Валентины Мусуэлян, в 2019 году она вместе с группой жителей обратилась в Главное управление культурного наследия Московской области с просьбой признать здание школы вновь выявленным объектом культурного наследия. Уже одно это, вы знаете, очень обращает нашу жизнь. Не просто обращает. А мы не есть, не можем, не пить, не спать. Отмечу, данный объект не включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Соответствующее заключение выдало Главное управление культурного наследия Московской области 28 декабря 2017 года. Земельный участок тоже расположен вне защитных зон объектов культурного наследия. Выслушав позиции обеих сторон, комиссия приняла решение направить запрос Общественной палаты в Главное управление культурного наследия Московской области для подтверждения заключения по данному объекту. Мы пришли к единому мнению, что действительно в Малаховке нужна новая школа, которая будет полностью соответствовать всем современным нормам и требованиям. А это современные классы, парасторные актовые спортивные залы и столовые. Напомню, в 2017 году городскому округу Люберцы удалось войти в государственную программу образования Подмосковья для того, чтобы начать строительство нового объекта общего образования на 275 мест. Мария Кузьмичева, Сергей Гвозев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.